Субтитры предоставил DimaTorzok 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 ДimaTorzok Другие призывники Субтитры предоставил DimaTorzok Другие призывники Другие призывники Сейчас в зале заседания окружной думы проходит масштабная реконструкция, поэтому пока депутатам приходится квартировать у правительства. Окружная дума пятого созыва многочисленней предшественницей. Вместо 28 человек в ней будут заседать 35. Парламент Югры обновился больше, чем наполовину. Из предыдущего созыва осталось только 16 избранников. Среди долгожителей Иремей Айпин и Василий Сондаков это уже их третья дума. А самый большой опыт работы в думе четвертый срок у Татьяны Гоголевой. Всего в югорском парламенте 4 женщины. Рекорд окружной думы. Я думаю, что уже можно создавать женскую фракцию. И предварительно в оргкомитете рассматривался вопрос о том, что одним из заместителей и председателя думы тоже могла бы стать женщина. Но сейчас вопрос этот снят. Не знала окружной парламент и такого количества фракций. Теперь свои официальные органы в думе Югры есть у Единой России, ЛДПР и Справедливой России. А всего представительства в региональном органе законодательной власти получили 4 политические партии. Единая Россия заняла 25 кресел, либеральные демократы Югры 5, у Справедливоросов в парламенте 3 места, а у КПРФ 2. Мы надеемся, что фракция нам позволит более эффективно, более настойчиво отставить решение на правильное социально-экономическое развитие населения в Югры округа. И в том числе на повышение качества жизни югорчан. Кстати, многопартийность нынешней думы нашла отражение в одном из самых первых вопросов повестки. На должность председателя окружного парламента фракция ЛДПР предложила лесопромышленника Евгения Маркова. Единороссы выдвинули на этот пост экс-мэра Нижневартовска Бориса Хохрякова. В результате тайного электронного голосования с перевесом в 18 голосов победил бывший градоначальник. Таким образом, Борис Хохряков вернулся в Думу Югры уже в новом качестве. В региональном парламенте первого созыва он возглавлял комиссию по бюджету. Конечно, работы и ответственности на председателя гораздо больше. Поэтому я думаю, что работы тут хватит. Но я работы не боюсь, работать я люблю. Поэтому без работы у нас тут никто в Думе не окажется. Заместителями председателя окружной думы большинством голосов были избраны Сергей Дегтярев, Александр Сальников и Еремей Айпин. Все трое депутаты со стажем. А Еремей Айпин к тому же в очередной раз возглавил ассамблею коренных малочисленных народов в Думе Югры. Обновленный региональный парламент губернатора Югры назвала политической опорой правительства. Наталья Комарова подчеркнула, что обеим ветвям власти придется сообщать, снимать барьеры для бизнеса, расширять практику общественных слушаний важных законопроектов и сосредоточиться на работе с обращениями граждан. Уважаемые депутаты, правительство автономного округа, несмотря на технический перерыв в работе законодательного собрания автономного округа, продолжает инициировать законодательные идеи, необходимые для правового обеспечения уже поставленных задач. Например, в жилищном строительстве, формировании пенсионного стандарта Югры, стандарта качества жизни югорчан. Нам нужна политическая опора в Думе. Дарья Щек, этого Дмитрий Макаров и Леонид Кушель, телекомпания «Югра», Хантаманси. За прошедшую неделю губернатор Югры Наталья Комарова отправила в отставку двух своих заместителей. Наталью Западнову в связи с переходом на выборную должность депутата окружной думы. Что касается Вячеслава Новицкого, то он покинул свой пост по собственному желанию. По неофициальным данным, ему предложили написать заявление об уходе. Повод – выход на пенсию. С июня 2002 года Вячеслав Федорович занимал пост первого заместителя председателя правительства Хантамансийского автономного округа Югры. А с апреля 2010-го работал в должности замглавы региона. Он курировал работу департаментов дорожного хозяйства и транспорта, строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также жилищной политики и гражданской защиты населения Югры. Кроме этого, в его ведении находилась служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Вячеслав Новицкий стал последним высокопоставленным чиновником из команды экс-губернатора Югры Александра Филипенко, который покинул исполнительную власть округа. Политологи уже давно прогнозировали подобный исход событий. Новый руководитель, как правило, подбирает себе новую команду. Когда будут заняты вакантные места, пока неизвестно. Неизвестно, и какие кандидатуры рассматривает губернатор Югры на освободившееся кресло своих замов. В 2013 году автомобилисты Сургута смогут вздохнуть с облегчением. Восточная объездная дорога, строительство которой ведется сейчас, должна решить вопрос пробок на выезде из города по улице Арафловской. А вот сошедший из сургутских дорог снег напомнил горожанам и работникам коммунальных служб о других проблемах в дорожном хозяйстве, которые безуспешно пытаются решать уже не первый год. Восточная объездная дорога, Пусковой-2, так она и называется. Она свяжет улицу Сосновую с гидростроителем, непосредственно с дорогой, или вот 3, как его называют, это уже Восточная объездная дорога 3, которая пройдет на непосредственно Нижневартовскую дорогу. Новая объездная дорога для Сургута нужна, с этим не поспоришь. Многие жители города из года в год сталкиваются с огромными пробками, ведущими в сторону аэропорта. Особенно в летний период, тогда ситуация обостряется еще больше. К выезжающим из города автомобилям добавляются машины дачников. Мне кажется, как жителю Сургута тоже, мне кажется, что это одни из самых таких значимых объектов, так скажем, вот именно в восточной части города, потому что на сегодня мы можем с вами ехать, допустим, в сторону Нижневартовской, Коголоми, мы можем проехать по улице Аэрофлотской, да, из города, и все. В настоящий момент идет строительство второй очереди Восточной объездной дороги. Ну, в этом году мы дорогу должны сдать, значит, сегодня ведутся подготовительные земляные работы, значит, переустройство коммуникации, ливневой канализации. Из новых технологий покрытия здесь будет чебеночно-мастично-свальтобетон, значит, матрасы Рено будут применяться, ну, в незначительном для нас объеме, небольшом, в качестве укрепительных работ. Финансирование проекта идет по программе сотрудничества. Инвестором выступает Управление автомобильных дорог Тюменской области. Заказчик – Дорожный департамент Югры. Пока работы строители обеспечены, правда, без проблем не обходится. Снос зданий, сооружений, которые должны по проекту сноситься, он несколько оттягивается. Объясняются подобные проволочки сложной схемой взаимодействия между администрацией Тюменской области, Югры и Сургута. В общем деле завязаны все три бюджета, и согласования по тем или иным вопросам иногда затягиваются. Сейчас там, где должна пройти дорога, находится частый мясокомбинат и несколько жилых домов. Десять семей, проживающих в одном из них, уже переселены, в том числе и семья Оксаны Говорухиной. Думали, что мы получим квартиру, как многодетная семья, получим двухкомнатную, а нам дали рамосценную, как мы имели двухкомнатную. Жильцы еще нескольких домов ждут своей очереди. Не решены проблемы с мясокомбинатом. Его хозяев не устраивает стоимость оценки здания предприятия. Непростой механизм, скажем так, сноса или там оценки, выплаты компенсации. То есть достаточно такой, скажем, долгий путь согласования. Пока строительство продолжается. В планах возведение еще двух очередей протяженностью около 20 километров. Полностью сдать в эксплуатацию восточную объездную дорогу планируют в 2013 году. Ее общая длина составит 32 километра. Впрочем, строительством объездной дороги в 2011 году не ограничится. Большие усилия будут направлены и на ремонт уже существующих дорог. В этом году на проведение таких работ выделено 129 миллионов рублей. В этом году мы дальше продолжим ремонт нефтьюганского шоссе, как я уже сказал, до развязки Грессовской. Далее есть очень плохой участок рационализаторов. Вся промышленная зона знает, как тяжело, в общем-то, двигаться по улице рационализаторов. Также сделаем ремонт покрытия и выполним укрепление обочин щебня. И пройдем далее по улице Щепеткина. Пристальное внимание ремонтники уделят и внутриквартальным проездам. В том числе будет отремонтирована дорога от Камертона до улицы Пушкина. В мае по улицам города проедет специально созданная комиссия. Она определит еще ряд объектов, остро нуждающихся в ремонтных работах. А вот с придомовыми территориями все гораздо сложнее. На их ремонт выделено всего 15 миллионов рублей. Это в пять раз меньше, чем в прошлом году. В России меняются правила регистрации транспортных средств. Автовладельцам позволят сохранять номера при смене собственника машины. Снимать с учета автотранспорт при регистрации на новом месте жительства. А ГИБДД сможет выдавать номера старых серий. Министр внутренних дел подписал приказ номер 28, меняющий правила регистрации автомобилей. Согласно изменениям, существенно упрощается сама процедура. Теперь один автомобиль не придется оформлять дважды. Если прежние новые владельцы проживают в одном регионе, то заявление на перерегистрацию подает новый собственник. Другими словами, в ГИБДД идет только покупатель. Собственники в действительности, узнавая самостоятельно все эти изменения, приходят к нам, обращаются уже к нам. Ну и возможно, посетителей стало меньше. Нововведения ГИБДД позволяют оставить за автомобилем старый номерной знак при смене собственника. При этом старые и новые владельцы машины должны проживать в одном регионе. А покупатель согласится оставить номер. Табличка должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов. Старого образца и изношенные знаки оставить не получится. Новые правила касаются и общего осмотра автомобиля. Точнее, сверки номера двигателя. Теперь инспектор ГИБДД может проверять его только один раз. При постановке на учет новой машины, либо только что ввезенной в страну. При продаже номер смотреть не будут. Теперь он не сверяет резекционные данные и данные паспорта транспортного средства с номером, порядком номером двигателя и его моделью. Упростит намного и ускорит процесс осмотра машин. Что, это долго осмотреть? Недолго, думаю. Но, а с другой стороны, что будет, если двигатель ворованный поставили, я приехал, его не осмотрели. А потом меня остановили на трассе, посмотрели, не соответствует машину на стоянку. И все же при покупке автомобиля капот открыть придется. Инспектор устанавливает, были ли изнесены изменения в конструкции по модели двигателя. Соответствует ли данный двигатель данному транспортному средству. Инспекторы более тщательно будут осматривать автомобиль на наличие признаков кустарного вмешательства. Таким образом, ГИБДД рассчитывают противодействовать черному рынку ворованных машин. Еще одна поправка касается перерегистрации автомобиля в связи с переездом в другой город. Снимать с учета самостоятельно автомобиль уже не надо. Те, кто переезжают в другой регион, могут заново зарегистрировать машину по новому месту жительства. Эта процедура предусматривает, что после проверки и осмотра машины сотрудники ГИБДД направят по прежнему месту учета автомобиля уведомления с копиями заявления, свидетельства о регистрации автомобиля и ПТС. При получении этих документов подразделение города Сургуда снимает транспортное средство с учета и уведомлением сообщает новому подразделению госавтоинспекции о снятии с учета. Только после того, как прежнее подразделение ответит на запрос, можно будет сдать старые номера и получить новые. С первого взгляда удобно и практично. Однако процесс может затянуться, так как документы будут отправлять почтой. Кроме того, ГИБДД сможет снова выдавать номера из числа ранее утилизированных, так называемые мертвые номера, которые после снятия автомобиля с учета ранее не могли повторно использоваться. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Продолжит нашу программу коммерческая информация. 10 лет на сургутском рынке крупнейший магазин детских товаров «Карапуз» празднует свой юбилей. Ежедневно в гости в «Карапуз» приходят сотни детей и их родителей. Колясок, кроваток, автокресел, удерживающих устройств и игрушек в магазине так много, что порой покупатели теряются в таком разнообразии товаров для детей. Нам здесь очень нравится, мы часто здесь бываем и все игрушки здесь покупаем. Да, вот пришли, вот куртку выбираем, не знаю, определиться пока не можем, даже три варианта. Доступные цены и ассортимент большой, хороший. Если приобретаем подарки какие-то детям, там, гости или своим детям, то в основном пользуемся «Карапузом». Сколько я не езжу по городу, опять же, все равно возвращаешься, да, и ценовая категория, и ассортимент вообще супер. В свой десятый день рождения магазин приготовил для покупателей сюрпризы и подарки. Маленьких посетителей «Карапуза» ждал настоящий праздник. Музыка, танцы, игры и, конечно, хорошее настроение. Автобус бежит вперед и вперед целый день. Дегустация детского питания, демонстрационные игровые столы «Карапуз» сделал все для того, чтобы ребятишкам было весело и интересно. К примеру, им предложили увлекательное занятие детский боди-арт. Юлия Тимошенко – постоянный покупатель сети магазинов «Карапуз». Ценовая политика торгового центра устраивает. Но самое главное здесь – все товары сертифицированы. В семье, где растет малыш, должны быть игрушки только из экологически чистых материалов. Мы являемся постоянными покупателями магазина «Карапуз». И сегодня мы совершенно случайно узнали, что у магазина «Юбилей» решили совместить приятное с полезным. Потому что в нашем городе очень мало мест, куда можно пойти с ребенком, где ему было бы интересно. А здесь сегодня и шарики, и клоуны, и призы, и очень много всего интересного. На лицах детей и их родителей улыбки. Значит, праздник удался. Процветания можно только пожелать. Еще больше в развитии. Побольше покупателей тяжелых товаров. Я здесь постоянный покупатель. Наружу машин 10 купил. Покидая магазин, покупатели обменяли чеки на купленные товары на различные подарки. Детское питание, игрушки, шары и многое другое. За 10 лет работы на сургутском рынке «Карапуз» доказал, что в своем деле он один из лучших. Елизавета Саенко, Евгений Эстратов, Сургут Интерновости. Дизайн и полиграфия. Реклама в газетах и журналах. Наружная реклама. Реклама на радио и телевидении. Сувенирная продукция. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Телефон 221-555. Маяк «Югра». Телерадиокомпания «Сургут Интерновости». Верный курс. 107,9 FM. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. Напоминаю, вы смотрите телевизионный обзор новостей за минувшую неделю. В Сургуте прошла специализированная выставка образования и карьера. Более 100 учреждений провели для сургутских абитуриентов самопрезентации. Посетили наш город и представители образовательных заведений из других городов. Сургутский государственный герметрический университет. Ежегодно специализированную выставку посещают тысячи будущих абитуриентов. Задача организаторов не только познакомить старшеклассников со всеми учебными заведениями города, но и обратить их внимание именно на сургутские вузы. С каждым годом желающих учиться в родном городе становится меньше. Мы планируем в Санкт-Петербург или в Москву. Мы еще не определились. Лично я не определилась. Если раньше популярным у молодежи было гуманитарное направление, то сегодня школьники обращают внимание на инженерно-технические специальности. Екатерина Донцова определилась с будущей профессией, несмотря на то, что до поступления в вуз у девушки еще целых два года. Школьница хочет стать архитектором. Я с самого детства занималась рисованием. Потом и сейчас я поступаю после девятого класса в одиннадцатый в специальный художественный эстетический класс, в двадцать четвертую школу, чтобы у меня было дополнительное образование черчения, рисунка и многого другого. Вот сегодня очень сильно страдает, на мой взгляд, и по анализу строительная сфера. Большая очень нужда в сфере образования в воспитателях дошкольных образовательных учреждений, в учителях начальных классов. Не хватает педагогов, водителей, поворотов, но и абитуриентов с каждым годом становится меньше. Из-за демографического спада в начале девяностых. Как результат, конкурс в вузах небольшой, и высшие заведения часто принимают документы молодых людей, уровень знаний которых оставляет желать лучшего. Проблема у молодого человека сейчас заключается в том, чтобы получить диплом. Не знание, а диплом. И вот это главная проблема нашей высшей школы. Сегодня же прошла пресс-конференция, в которой приняли участие представители Департамента образования, учебных заведений города и Центра занятости населения. Елизавета Саенко, Евгений Истратов, Сургут, Интерновости. А тот, кто уже получил образование и готов пополнить среды сургутского бизнес-сообщества, может подавать заявку на участие в городском состязании начинающих предпринимателей. Начался отборочный этап конкурса молодежных бизнес-проектов «Стартап». В прошлом году он проходил впервые. Тогда было подано 48 заявок. В этот раз, по прогнозам организаторов, желающих принять участие, будет гораздо больше. Победителям «Стартапа-2010» на реализацию бизнес-проектов выделили по 300 тысяч рублей. Те, кто не вошли в число лауреатов конкурса, денег не получили, но свой проект все равно не бросили. И сегодня успешно развивают собственное дело. В результате мы получили сегодня 17 предприятий, которые функционируют. Мы за ними наблюдаем, мониторим их деятельность. Они развиваются, реализуют свой бизнес-идею, и на сегодняшний момент все рентабельны. Конкурс состоит из нескольких этапов. На первом и, наверное, самом сложном надо убедить комиссию, что твоя бизнес-идея заслуживает внимания, а сам ты прирожденный предприниматель. И тогда тебе зеленый свет в следующий тур, самый полезный. На этом этапе начинается бесплатное обучение по различным направлениям – налогообложению, маркетингу, правовым основам ведения бизнеса, психологии управления. Итогом конкурса станет публичная защита проектов. Авторы пяти лучших из них, как и прошлогодние победители, получат по 300 тысяч рублей. Если даже вы не победите, это будет большой опыт. Вы научитесь управлять своим проектом, семинары очень познавательные. Представить на конкурс свой бизнес-проект может любой человек в возрасте от 16 до 30 лет. Николай Диудин – один из тех, кто уже изъявил свое желание участвовать в конкурсе. Николай не хочет обнародовать суть проекта, который он предложил, так как предприниматель убежден, его идея уникальна для Сургута. Такого бизнеса в Сургуте на самом деле нет, и поэтому я хочу произвести именно такое дело. Если не получится, я все равно буду идти дальше, не остановлюсь как бы на достигнутом. Буду идти, 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 пока не добьюсь своей цели. Свои бизнес-проекты уже представили более 30 молодых людей. Организаторы конкурса – администрация города, местное отделение партии «Единая Россия», Сургутский филиал фонда поддержки предпринимательства «Югры» и окружной бизнес-инкубатор. Заявки участников ждут до 15 апреля по адресу улица Энгельса, 8, кабинет 103. Подробно ответят на ваши вопросы по телефону 522-726 и 522-120. Елизавета Саянко, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На профконкурс лучших сотрудников делегируют абсолютно все территориальные отделы внутренних дел. Вот оперуполномоченные по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Первое задание – проверка знаний по первой доврачебной помощи. Условия достаточно жесткие. Конкурсант без подготовки должен сразу определить признаки травмы и объяснить свои действия. Мы подняли, а еще если человек здесь рядом есть, то он подсовывает под него доски, чтобы как-то не посылки, доски, пусть подружки. Первыми состязаться за звание лучшей полицейской «Югры» в Центр подготовки сотрудников внутренних дел приехали 22 оперуполномоченных, которые победили в своих территориальных отделах. Конкурс проходит параллельно с переаттестацией. В связи с этим задания внесли ряд изменений. Мы постоянно совершенствуем формы проведения конкурса и задания, естественно, меняем. В этот конкурс мы включили уже и тесты по знанию закона о полиции. Знать новый закон необходимо, но это, естественно, еще не все. Окружной конкурс включает в себя несколько этапов. Полицейским необходимо проявить себя с лучшей стороны в физической подготовке, в стрельбе, в оказании первой медицинской помощи. Но главное задание по-прежнему – спецподготовка. Оперуполномоченные должны показать свои навыки в ведении оперативно-розыскной деятельности. Решают практические задачи, которые также у них указаны в билетах. Непосредственно, значит, все задания связаны с конкретной практической работой сотрудников уголовного розыска. Наносим специальный порошок и у нас проявляются следы пальцев рук. Осмотр места преступления и опрос подозреваемых – неотъемлемая часть работы оперуполномоченного. Поэтому у бывалых оперов криминалистический этап конкурса затруднений не вызвал. Сейчас наносим следы пальцев рук, папилляльные узоры и тому подобное на дактиво-какипическую карту. В дальнейшем данные следы на листе покомментируют, прописываем, где и как, при каких статусах были изъяты. И направляем на исследование специалисту-эксперту для дальнейшей идентификации данных следов пальцев рук. Конкурс проводится в стенах Центра профессиональной подготовки. И это немаловажно. Для слушателей Центра, будущих полицейских, общение с асами – бесценный опыт. Они смотрят с очень большим интересом, потому что приехали специалисты. Берут пример, они наблюдают, очень сильно переживают. Подобные профессиональные состязания пройдут среди представителей всех подразделений – ППС, ГИБДД, вне ведомственной охраны. А уже этим летом в Омске состоится всероссийский конкурс, на котором югорчане получат шанс доказать, что наши полицейские – лучшие в стране. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Дипломы лауреатов двух престижных конкурсов привезли в родной город воспитанники детской музыкальной школы номер 4. Ученики и учителя этой школы постоянно показывают очень высокий уровень подготовки. Однако, все ли так безоблачно, как кажется на первый взгляд? Так звучат победители. Это Наталья Курбанова и Дарья Голенцева, ученицы 4-й музыкальной школы. Мы вернулись из Санкт-Петербурга. Нам повезло, мы стали победителями, лауреатами второй степени международного конкурса «Преображение». Мы сражались достаточно во взрослой группе, 12-18 лет ребятам было. Там уже были и студенты музыкальных училищ. Девочки еще школьницы, однако сумели обойти студентов музыкальных училищ. В это же время еще одна группа юных музыкантов, оркестр «Теремок», участвовала в конкурсе, который проходил в Тюмени. Там был всероссийский конкурс-фестиваль «Роза ветров». Съездили мы очень результативно. Мы привезли сразу три лауреата. Для нашей школы это один хороший плюсик. К сожалению, имена всех победителей назвать нельзя. Оркестр выезжал в количестве 22 человек. Ребята получили опыт, привезли впечатление. Конкуренция была большая, но благодаря долгим репетициям мы заняли третье место. Из Тюмени мы приехали не только с дипломом, но и с новыми друзьями. Сейчас поддерживаем с ними отношения. Сблизились очень с нашими ребятами. Оказалось, что у нас очень много общего. Сцена была большая, волновались. Но когда вышли в волнение, все ушло. Может быть, девочки волновались, но из наших пацанов никто не волновался. Больше всего мне понравился мост влюбленных. Там у них есть почти такой же, как у нас, но только в ширину и в длину больше. Это не первая и, все надеются, не последняя поездка. Но всякий раз возникает одна и та же проблема. Чтобы организовать эти две поездки, пришлось немножечко постараться. И немножечко достаточно. Но самое главное, что у нас все получилось. То, что у нас есть лауреатство. То, что мы смогли показать и доказать, что мы не напрасно и учимся, и работаем. И не напрасно обращаемся к нашим спонсорам. Если говорить о спонсорах, то в этот раз материальную помощь оказали фонд «Благовест» и аэропорт «Сургут». Достаточно часто ко мне обращаются с просьбой, как именно к руководителю предприятия, с просьбой помочь организовать то или иное мероприятие. Это очень сложно. Сказать тебе нужно, а тебе не нужно. Это не я судья, наверное, все-таки. Может быть, стоит и Думе города выйти с такой инициативой о создании общегородского фонда. Этим фондом могли бы руководить компетентные и уважаемые во всем городе люди, порядочность которых не вызывает сомнения. Примерно в этом же направлении думают и те, кто вынужден обивать пороги в поисках денег. Если будет возможность у администрации города, на базе администрации города рассмотреть возможность о создании фонда. Фонда, куда обращались бы мы, другие учреждения нашей отрасли, за такой же поддержкой, чтобы не бегать по спонсорам, как говорится, в полях не искать все эти средства. Идея, что называется, висит в воздухе. Может быть, стоит к ней отнестись серьезно? Галина Кокоткина, Андрей Булатов, Евгений Истратов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Серебряная свадьба. 25 лет совместной жизни. Много это или мало? Каждая семейная пара имеет свой ответ на этот вопрос. Есть он и у Валентины Павловны, и Николая Васильевича Залесовых. Уютный ресторан, подарки, поздравления, поцелуи. Это серебряная свадьба Залесовых. За столом только ближайшие друзья, дети и внуки. А начиналось тоже все с ресторана. Познакомились совершенно случайно. А в кругу друзей. Друзья у нас были общие, оказывается, и Валентины Павловны, и мои друзья были знакомые. Пригласили нас в ресторан. Мы даже не знали, что мы там увидимся, встретимся. И вот в ресторане «Нефтяник» мы с ней познакомились. С той поры не расставались. Все делали вместе. И детей воспитывали, а их было трое. И по карьерной лестнице поднимались. Почти вся их профессиональная жизнь связана с «Сургутнефтегазом». Валентина Павлова начинала рядовым бухгалтером. А потом много лет занимала пост главного в одном из подразделений компании. Кто знаком с этой работой, знает, насколько она сложна и ответственна. Николай Васильевич тоже почти 30 лет входил в руководящий состав предприятия. Сейчас оба имеют звание ветеран труда СНГ Югры России. Но никакая занятость на работе не мешала заботиться о детях. Наши родители дали нам любовь и бесконечную заботу. Благодаря им мы смогли состояться в этой жизни. Мы очень им благодарны. Родители прежде всего дали нам жизнь. Окружили нас заботой и любовью. Искренняя любовь может быть только родительская. Она не предаст и не разлюбит. Родители нас воспитали. Помогли всем получить высшее образование. Дали нам материальное благополучие, что тоже немаловажно. И я бы хотела сказать, что родители – это самые бесценные люди в моей жизни. Я их очень люблю. Когда всегда вместе молодожены – это нормально. Когда супруги 25 лет каждый отпуск, каждый выходной, каждый свободный час проводят только в кругу семьи – это уже тема для разговора. Секрет семейного счастья, мне кажется, для каждой семьи один и тот же. Это любовь, уважение друг к другу и взаимопонимание. Если у нас какие-то есть несогласия, мы все равно приходим к компромиссу. Потому что по-другому никак нельзя. Уважение и понимание. Одна цель была воспитать детей, чтобы они у нас выросли добрыми, отзывчивыми. И, в общем-то, как сказать, по пути шли правильным путем. Не зря в народе говорят, счастливы не те, кто смотрит друг на друга, а те, кто смотрит в одну сторону. А эту песню Николай Васильевич дарит своей любимой. Мариша, ты не горюй, а лучше поцелуй, ты лучше поцелуй, ты поцелуй меня. На маму не гляди, скорее выходи, ко мне ты выходи, я жду, я жду тебя. Галина Кокоткина, Евгений Стратов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». На очереди спортивные итоги минувшей недели. Волейболисты стартовали в турнире на выживание. «Газпром Югра» пока держится в числе лидеров. И понижение в классе ему не грозит. Эти и другие события в обзоре спорта за минувшие 7 дней. Главным спортивным событием в жизни Сургута стал старт турнира на выживание в российской волейбольной суперлиге. Четыре клуба, в том числе наш «Газпром Югра», провели первый круг плей-аута. Первый игровой день открыли «Кузбасс» и «Урал». Кемеровчане легко справились с одним из записных фаворитов плей-аута. «Газпром» встречался с олдсайдером «Динамо» и «Интарем». Калининградской команде сейчас можно только посочувствовать. Финансовый кризис и минимум игроков. Отсюда ожидаемая легкая победа 3-0. Второй соперник «Газпрома» — «Урал». Проигрывать второй раз подряд в планы у финцев не входило. Но и газовики настроились на матч по полной программе. Максимум, чего смогли добиться уральцы, это взять у Сургута вторую партию. Калининград оказал «Кузбассу» серьезное сопротивление, но отобрать очки у кемеровской команды не смог. «Кузбасс» в третий игровой день отпраздновал третью победу над «Газпромом». Для выявления сильнейшего потребовалось сыграть все пять партий. В концовке удача улыбнулась нашим гостям. В другой паре «Урал» наконец смог одержать первую победу, с трудом обыграв «Динамо-Инталь». В понедельник у команд был выходной, а со вторника игры возобновились. «Газпром» вновь сыграл с «Калининградской дружиной». На сей раз легкой победы не получилось. После выходного и с мыслями о легком противнике сургутяне едва не потеряли очки. «Калининград» легко взял первую партию, во второй и третий оказывал упорное сопротивление. Тем не менее «Газпром» справился в первую очередь с самим собой и выиграл. «Кузбасс» в своем матче второй раз был сильнее уфимского «Урала». Кузбасс сенсации не принес. «Кузбасс» в сухую обыграл «Динамо-Инталь», а «Газпром-Югра» в пяти партиях выиграл у «Урала». Причем именно к пяти сетам склонялись болельщики перед этой игрой. «Урал» дважды вел в счете по партиям, но в итоге уступил на тайбрейке. В заключительный день тура «Урал» без проблем одолел калининградцев «Газпром-Югра», во встрече за лидерство после первого тура встречался с кемеровским «Кузбассом». Сургутяне, обыграв соперника по всем статьям, в двух первых сетах после травмы доигровщика Дениса Бирюкова не смогли перестроиться и отдали третью партию. В четвертом сете из-за повреждения не смог играть диагональный «Кузбасса» Павел Мороз и уступили уже кемеровчане. «Газпром» выиграл и укрепил свое лидерство по итогам первого тура плей-аута. Второй тур пройдет с 22 по 28 апреля в Уфе. Всероссийская федерация волейбола обнародовала предварительную заявку сборной России на участие в мировой лиге 2011. В список кандидатов входят 25 волейболистов. Среди них три представляют сургутский клуб «Газпром-Югра». Главный тренер национальной команды Владимир Олегов включил в состав связующего Игоря Кобзаря, центрального нападающего Александра Гуцелюка и доигровщика Дениса Бирюкова. В окончательную заявку, которая станет известна до 4 мая, войдут 20 игроков. Баскетбольный клуб «Университет Югра», возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Российской Суперлиги, провел матч очередного тура первенства против одного из конкурентов за медали Владивостокского «Спартака» «Приморья». В первой встрече сургутяне уступили в самой концовке, и это при том, что на перерыв лидером с 15-очковым перевесом ушел «Спартак». В третьей четверти универ отыгрался и вышел вперед. Ключевой отрезок матча лучше провели «Приморцы» и выиграли 73-69. Сценарий второй игры стал копией первой. Владивосток до перерыва имел 15-очковый перевес, а после отдыха растерял свое преимущество. Игра перешла в нервную концовку. Но в этот раз удача была на стороне гостей. За 40 секунд до конца матча Никита Моргунов забил два очка, которые вывели университет вперед и, как оказалось, в итоге принесли нашей команде победу. Счет встречи 83-82 в пользу сургутян. Баскетболисты команды Сургутского госуниверситета вышли в финал конференции Уральского федерального округа чемпионата ассоциации студенческого баскетбола. В двух матчах сургутяне переиграли студентов из Магнитогорского технического университета. Сначала Столивары уступили Сургу у себя дома по всем статьям 63-98. Повторная встреча на своей площадке сургутским студентам пришлось гораздо сложнее. Впрочем, за дело, созданного в первой игре, с лихвой хватило бы для выхода в финал конференции. Соперником, в котором в нашей команде будут баскетболисты Уральского федерального университета из Екатеринбурга. Матчи пройдут 10 и 16 апреля. Третья команда баскетбольного клуба «Университет Югра» провела матчи второго этапа в первенстве детской и юношеской баскетбольной лиги. Под группой «Ж» сургутяне провели пять матчей и во всех проиграли. Дублером Уникса университет уступил 24 очка, ЦСКА – 20, а Химкам – и вовсе 61. В двух других встречах питерский «Спартак» выиграл сургутян 15 очков, магнитогорский «Металлург» – 3. Таким образом, дублер университета занял последнее место в группе и выбыл с борьбы за призовые места. В поселке Солнечный завершился турнир по кикбоксингу на призы чемпиона СССР и Европы Владимира Чернышева. Соревнования проходили в одном из самых тяжелых разделов кикбоксинга – К1. В свое время чемпионат носил статус открытого, участие в нем принимали спортсмены из многих регионов России. Впервые от этой практики отказались. Соревнования на призы Марии Карловой и Владимира Чернышева – два турнира хорошего уровня, в которых спортсмены повышают свою технико-тактическую подготовку. Поэтому некоторые тренеры считают, закрытый статус соревнований и, как следствие, отсутствие сильных спортсменов из других регионов страны – это минус. Украшением этого турнира стал бой между местным спортсменом Василием Семеновым и представителем Нижневартовска Нурагилом Абдулатиповым. Победу с разногласием судей одержал сургутянин. По итогам окружных соревнований три человека в июне будут представлять югру на чемпионате России в Волгограде. В Сургуте завершился девятый всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Фармана Салманова. Соревнования собрали 246 борцов из 16 регионов страны. В течение двух дней на ковре спорткомплекса «Энергетик» борцы провели почти 250 схваток. Сильнейших выявляли в 24-х весовых категориях. В России турнир пользуется популярностью. Уже совсем скоро пройдет первенство страны. И всероссийский турнир памяти Фармана Салманова – хороший плацдарм для последней проверки перед серьезными стартами. Борцы сургута – фавориты турнира. С каждым годом мастерство местных спортсменов заметно растет. И в этот раз в общекомандном зачете сборная сургута уверенно заняла первое место. Второе место у сборной Кургана, третье – у челябинских борцов. По итогам прошедших соревнований порядка 30 человек получат звание мастера спорта России. Следующий турнир в памяти Фармана Салманова станет десятым в истории. Такой была минувшая неделя. Вас еще ждет прогноз погоды с Вероникой Южной. А я прощаюсь. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok и великолепный массаж сотворят чудо. Курс оздоровления включает разнообразные фитобочки. Сосудистая и серотониновая, лимфодренажная и суставная, потечная и кислотно-щелочная. В Просковье вы получите бесплатную консультацию опытного врача. Вас окружат заботой и вниманием. Здесь вы будете находиться под постоянным наблюдением медицинского персонала. Помните, заболевание легче предупредить, чем его лечить. Звоните и заказывайте удобное для вас время процедур. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. В Просковье ждут вас. Стартует акция «100 евро» с 1 апреля. Сделай покупку на 4000 рублей и получи купон на 100 евро в подарок. Подробности в салонах мужской одежды «Китрой». Радио «Маяк Югра». Телерадиокомпания «Сургут Интерновости». На одной волне с вами. 107,9 FM. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-82-82. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. Представляем прогноз погоды в Сургуте и окрестностях с 11 по 17 апреля в студии Вероника Южная. Почти всю неделю ненастную погоду в Западной Сибири будут определять циклоны с частыми осадками. Но вместе с тучами в регион будет поступать теплый атлантический воздух. И только в среду возможно небольшое похолодание. В начале недели облачно с прояснениями временами дожди. В понедельник и во вторник температура воздуха ночью 0,5, днем плюс 5, плюс 10. В среду осадки, переходящие в снег. На столбиках термометрах ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла. В четверг к утру 0,5, днем плюс 2, плюс 7. Карапуз. Самый удобный магазин для детей и их родителей. Смотрите сами. Детские автокресла, коляски, электромобили, велосипеды и многое другое. Самые удачные для комфортных прогулок коляски трость. Компактные, легкие, маневренные. И цена привлекательная. Сеть магазинов Карапуз. Все лучшее детям. В конце недели осадки, переходящие в дожди. В пятницу ночная температура около 0, днем плюс 4, плюс 9. В выходные 0, плюс 5 ночью до 10 градусов тепла днем. Фабрика Комфорта – одна из ведущих фирм по производству и продаже встроенной и корпусной мебели в Сургуте и Хантамансийском округе. Мы выполним для вас заказ любой сложности и на все запросы. Современные кухни, шкафы-купе, гардеробные, детские, библиотечные шкафы, мебель для гостиниц и офисов. Крашенное стекло – фото печать на дверях шкафов и повторимые рисунки на стекле и зеркале с использованием немецкой и итальянской фурнитуры. После монтажа предусмотрена обязательная профессиональная уборка. Позвоните, замеры вам сделают бесплатно. Фабрика Комфорта – живите с комфортом. С 3 по 17 апреля фабрика Комфорта проводит акцию с предоставлением дополнительных скидок. Спешите заключить договор. С 3 по 17 апреля фабрика Комфорта проводит весеннюю акцию с предоставлением дополнительных скидок. Спешите заключить договор. Я желаю благоприятной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»